Современные технологии способны кардинально изменить городскую среду. Когда весь город, как на ладони, видно все проблемы и болевые точки областного центра. Если будет виртуальная карта, которая покажет наличие объектов, количество и состояние, то сразу будет видно, где надо исправить ситуацию, а где полный порядок. Это как раз и обсуждали эксперты. Каждый из них вносил свои предложения касательно работы общественного транспорта, работы ЖКХ и госслужб. Это уже мы добились, когда отменили адресную справку. Есть же у нас справка медицинская, которую можно онлайн получить. Сейчас владельские права, можно из дома заказать заявку и уже прийти в ЦОН и только получить уже готовый документ. Есть, конечно, большие у нас продвижки в этом вопросе. В нашей области уже почти 83% у нас в области цифровизовано. Но еще сейчас ребята ставят вопрос о том, что вот даже та часть, которую цифровизовано надо, требует тоже совершенствования, потому что тоже есть нарекания. Цифровизация поможет и в борьбе с коррупцией, заявляют представители антикоррупционного департамента. Главный плюс в использовании приложений возможности получения электронных госуслуг – это то, что нет прямого контакта чиновника и граждан. Это как раз то, что нужно, уверены в департаменте. Благодаря цифровизации в первую очередь мы исключаем прямой контакт должностных лиц с обычными гражданами. Мы знаем, когда люди идут встречаться с должностными лицами, всегда заканчивается тем, что появляется какая-то договоренность и так далее, в кавычках, скажем так. Цифровизация также исключает определенные административные барьеры, упрощает процедуру предоставления государственных услуг. Все это вкупе помогает нам противодействовать коррупции на самом деле. А еще хорошо бы единое приложение для всех городских служб и сервисов. Об этом говорят IT-специалисты. Это здорово облегчило бы жизнь горожанам. Это, конечно, вообще идеальное сочетание, когда город входит полностью, оцифровывается. Потому что даже, например, завтра, когда разработают ГИС-систему полностью города, руководству города увидит, где не хватает урны. А если было бы это оцифровано, тогда бы Акимат видел бы, где очень много этих урн, а где вообще их нет. Это касается не только урн, это касается всех. Даже, например, остановок, пешеходные переходы. Необходимость в оцифровании города все равно это приведет к большим, и экологическим положительным приведет, и ко всему. Говорят, что в споре рождается истина. И положительный момент в таких собраниях и обсуждениях как раз то, что появляются новые идеи. Вырабатываются решения, результаты которых видны будут в скором времени.